Мы облажались. У нас ничего не получается, уже холодает, и к зиме мы, к сожалению, не успеваем. Это связано с тем, что нам были нужны столбы, нужна была глина и другие стройматериалы. На этом моменте мы столкнулись с трудностями. Мы стали звонить на лесопилки, и лесопилки говорят, у вас слишком маленький объем, нам это неинтересно, звоните в другие места. Нам была нужна глина, стали звонить в различные компании, они говорят, тоже это очень маленький объем, и поэтому, ребята, простите нас, извините. Но, друзья, мы были бы не мы, если бы у нас не получилось, и у нас все-таки все получается, и сейчас мы покажем, что мы сделали на сегодняшний день. Сегодня к нам приехали ребята с канала «Сделай сам». Это вот Сергей. Сергей, приветствую. И Сергей привез для Василия подарок, который он сделал своими руками. Сергей, а можешь рассказать, что это такое? Следя за вашим каналом, за вашей историей, то, что вы помогаете Василию, скажем, немножко ожиться на новом месте, и внимательно просматривая каждый видеоролик, я обратил внимание в углу, что есть колодец. То есть у меня возникла идея, так как я занимаюсь немножко строительством, обучаю это людей, рассказываю, как сам строюсь. Созвонился с вами, то есть предложил идею, давайте я сам своими руками соберу домик на колодец, который привезу. Мы с вами установим, и Василию будет проще поднимать воду снизу колодца. Поэтому сегодня мы приехали, добирались где-то примерно 4 часа, 4,5. Мы доставили домик, домик на колодец, сделанный из хорошей доски, то есть сухая строганная, покрашена маслом, то есть он не будет облетать, не будет облупливаться. Полностью функционален, полностью под размер, с барабаном, с ведром, полный фарш, только открывай и пользуйся. Да, ребята, и я вам рекомендую перейти на канал «Сделай сам», обязательно подписаться, и там вы можете посмотреть, как происходил весь процесс создания вот этого домика. Василий, представляешь, ребята часа ехали. Да, да, благовато. Домик вместительный, при необходимости можно спрятаться. Сергей, а сколько его делали примерно? Я его сделал за два дня, потому что, ну, делал со съемкой, как бы опять же показать зрителям моего канала, то есть как можно просто собрать своими руками. Поэтому, а так, если без съемки, я думаю, не спеша за один день собрать. Ну, опять же, при наличии инструмента, небольшого опыта, это легче легкого. Поэтому я уверен, что каждый, кто посмотрит для себя, и кто живет в частном секторе, у каждого есть колодец. Потому что покупать, ну, конечно, в магазине цены немножко завышены. Поэтому лучше сделай сам. И ведро, Василий, ну, под ключ, просто все под ключ тебе. И ведро. Представляешь, ребята, насколько вот подготовились. То, что вообще все уже привезли. Ну, реально полный фарш здесь вообще. Все есть вообще под ключ. Василий, видео с тобой посмотрел Дмитрий Давыдов. Это инициативный деятель, который разработал 20 идей по развитию России. Кстати, они очень актуальны, друзья. Если вы с ними не ознакомлены, я оставлю ссылку в описании. Перейдите на сайт, ознакомьтесь. Его идеи действительно могут помочь нашей стране. И поскольку он увидел то, что процесс строительства сейчас стоит на паузе, и нужна бетономешалка, вот он решил сделать подарок и помочь в строительстве дома, внести свою лепту и купил бетономешалку. Собственно, это его вклад в твой дом. Эта вещь очень оптимальна сейчас, в данный момент. Как говорится, не вручную все, как говорится, а чтобы по-быстрому пошел процесс. Логически, да, сейчас эта вещь самая необходимая. Друзья, у Дмитрия Давыдова есть 20 идей по развитию России. Я бы очень хотел, чтобы его идеи были рассмотрены на государственном уровне. И попрошу вас, перейдите, пожалуйста, по ссылке в описании. Его идеи находятся в открытом доступе. Ознакомьтесь с ними, они действительно актуальны в наше время, как никогда. Избушка. Избушка, да, резная. Вот расскажи, вот когда ты жил в лесу, догадывался, что у тебя будет колодец свой резной? Нет, конечно, откуда я мог догадаться, что вот так все будет. А вот, видишь, теперь еще и колодец есть. Ну, рассказывай, как здесь дела, что уже сделали. Мы пока сделали, как Рома объяснил. Нам надо точно знать, сколько еще чурок надо нам заказать, распилить. И, говорят, точно знать. Мне и сама Дашка помогала, то, что вот на тележке маленький таскает. Я уж побольше. Ну, покажи, что там настроили. Ну, пойдемте. А что в пакетах вот в этих? В пакетах опилки это. А, это опилки, это как утеплитель? Да, да, да. Обалдеть, ребята, я не был здесь неделю. Смотрите, они уже дом почти достроили. Я вообще в шоке. Ну, это пока так чисто выложили, то, что видишь, там же еще у нас да и окна, и дверь, косяки вот эти стоят. По-любому осталась одна стена, вот логически. Да, обалдеть, да вы дом уже почти построили. Я в шоке. Ребят, я просто в шоке. Я, честно говоря, думал, то, что приду, скорее всего, будет стоять какой-нибудь, может, фундамент, может, что-то еще. А здесь, ребята, уже там собрали. Василий Васильевич, ну, рассказывай, что делал, как собирали, да, то есть. Так, собирали мы его сначала вот с ромкой столбы вот эти поставили и начали делать вот основание, пол для этого. И логически мы сейчас у нас внизу вот то, что рубероид, туда надо будет сейчас потом, попозже опилки положить, и уже будет второй слой. Ну, как он утеплитель уж логически, и он прикроется полностью. Крышу, как говорится, делали тоже нормально. То, что упирает, это металлочерепица, такая система, блин, мы его пытались подгонять, но, как говорится, все равно чуть-чуть подпилить придется нам. Вот я и лестницу у соседа, как говорится, в прошлый раз, брали маленькую, еле-еле ромка спустился обратно. И мы сейчас побольше стремянку взяли, вот эту вот завтра приедем, подпилим. Сейчас, ну, скажем так, этап некой примерки, да, то есть посмотреть, сколько нам надо чурок, сколько нет. Потом сейчас должна скоро приехать глина, а дальше, соответственно, все это замазывается раствором с опилкой. Ребята, запах, какой запах, вот запах, запах дерева, да, просто вот, просто шикарный запах, запах настоящего дерева. И выглядит это, конечно, интересно, то есть, конечно, сейчас, друзья, еще рано говорить о том, что дом закончен, но уже какой-то вид начинает появляться. А что самое сложное было, вот? Ну, самое сложное здесь из этого, то, что мы делали, но так-то здесь каркасом нормально, это пока вот в этой примерке сейчас вот сложновато было, то, что податаскать, да, просто с виду вроде кажется, некоторые маленькие, а вот некоторые, он здоровый, он пипец круглый, да, тяжеловато. А так, так-то, в принципе, ничего сложного нету. Василий Васильевич, ну, ты представишь, вот он твой дом, вот он, да, конечно, еще он готов, ну, наверное, на сколько процентов? На 30, наверное, максимум. Ну, 30 где-то, да, пока. Вот, но уже, уже, уже есть какие-то очертания, уже есть какая-никакая крыша над головой, скажем так, да, и, друзья, на самом деле это выглядит очень впечатлительно. Вот, кстати, друзья, вам спасибо за то, что вы есть, потому что вы открыли для нас мир Ютуба, именно вы, именно благодаря вам мы и узнали то, что существует такая технология глиночурки, да, то есть это строительство из натуральных материалов, и то, что сейчас, друзья, я вижу, это стало возможным благодаря вам, и, кстати, и вот Василий на канале появился тоже благодаря вам, потому что именно подписчик Владислав, за что ему отдельный низкий поклон, написал нам историю. Кстати, друзья, если у вас есть тоже какие-то интересные, особенные истории, присылайте их нам на почту. Так, я хочу там еще посмотреть, ну, просто, я не знаю, ну, конечно, когда вот Василий Васильевич у нас уже это видел, а я вижу, ребят, первый раз, и я просто в шоке. Если помните, мы в Бабе Нине строили дом, там все было понятно, а здесь вот действительно очень интересная технология, но это, друзья, это древняя технология, это древняя технология строительства, и то, что хорошо, что такие дома, они действительно простоят долго, и летом в таких домах, то есть дом дышит, летом свежо, а зимой тепло. Наша задача сейчас помочь Василию построить дом, собственно, он его, кстати, сам и строит, на самом деле, если вы думаете, что мы тут помогаем строить, мы вообще не помогаем, мы привезли стройматериалы, дальше Василий с Романом, под руководством Романа, собственно, сам себе и строит дом. Вот у нас фанера еще осталась, но она у меня все равно на пол. Ребятушки, конечно же, камера все это не передает, но выглядит это уже довольно интересно и грандиозно. Честно говоря, вот первый раз вообще стою в таком доме, и в этом что-то есть. Ну это да, логически, ну видишь, нам еще надо будет потом определиться, делается ли вообще перегородку, но перегородка-то прям... Ну вот это уже, да, это уже такая приятная суета, Василий Васильевич, ну со стройками всегда так, да, потому что сейчас задача, ну грубо говоря, поставить коробку. Вот, основание, да. Да, это основание, а потом мелкий хлопок тут еще будет хватать. Вот эти пеньки, вот эти чурки, их надо будет подравнивать, то что ровно еще были так ложить. Это так просто положено нам. Ну все это приятная свита. Ну конечно. Месяца полтора назад еще жил в лесу. Да. А теперь вот ты строишь свой дом. Ну вот. Как говорится, ни у кого такого не будет здесь пока. Абсолютно любой человек может найти бюджет и построить вот такой вот дом, да. То есть это вполне бюджетно и экологично и, кстати, и качественно, что, в общем, ценно. Да. Ребят, мы у Василия не были, ну буквально неделю, и посмотрите, яблоки поспели, они уже красные, выглядят, конечно, все это очень восхитительно. И то, что мне нравится, разные яблоки разного цвета, ребят. Да, это очень-очень красиво, все-таки мы очень красивый, удачный участок приобрели. Рома, алло. Да, да. Да, Ром. Да, бетон-мышалка потянет, 450 квад, она должна потянуть. Сейчас попробую завести, посмотрим полок вещей. Друзья, сейчас позвонил Рома и попросил проверить, потянет ли у нас генератор бетон-мышалка. Рома, ну, бетон-мышалка у нас работает, поэтому можно приступать к следующему этапу строительства. Все у нас работает, здорово. Дмитрий, ты сегодня помнишь, какой день? Сегодня число у нас какое? Третье. Значит, сегодня день рождения твоей супруги. Так точно, да. А, кстати, как ты с ней познакомился? Ой, интернет такая штука. Как говорится, сначала, ну, видишь, друзья, я думал, что не серьезная штука. Попробовать пообщаться. Уже, как говорится, время поджимало, 24 года. Как говорится, желательно жениться мужику уже ближе к 24-25 детей. И уже годом ты уже начинаешь перебирать. Ну, что-то в девушке. Вот это не нравится, это не нравится. И, как говорится, у нас женитьбы, ты не поверишь. Я познакомился через месяц с заявлением в ЗАГС. Ого. Да, через два месяца у нас свадьба была. Это сколько женаты уже? Семь лет. Ого. Восьмой уж идет у нас будет, 6 декабря. Вот. Восемь лет живем душа в душу. Друзья, ну, Василий нас попросил заехать в одно место, но, собственно, Василий сам расскажет, что это за место такое. Так, это цветы, как говорится, сегодня особенные. Как говорится, если в труде день рождения, подарить цветы хотя бы. Утром я его уже садил на заре, как говорится, подарил. Обычных полевых цветов. Цветов больше много не бывает, как говорится. Ну, сейчас ходим, пойдем, возьмем, и все. А какие цветы? Ну, мы сейчас посмотрим, так логично, но розы. А сколько хочешь подарить? А подарить, как говорится, сколько мы прожили, 7 лет. Ну, такой небольшой букетик. Зачем лишний пафос? Как говорится, можно его тогда поесть. Розность с запахом, которая пахучая. Ребят, ну, отличный букет. То, что мне нравится Василий, то, что он романтик с большой буквы. Еще раз хочу сказать, мужчины, дарите своим девушкам цветы и с поводом, и без повода. Берите пример с Василием. Эту полку нужен лишний раз, говорится, если даже не тратится, я говорю уже, вот при этом потом еще раз покажу, тоже цветочки пошел, с утра нарвал. Самый эффект не то, что обязательно розы, там магазины, что было. Можно обычных ромашек понабрать, показать, уже душа у него не радуется, а то, что я уже, ну, как говорится, у некоторых со временем прикипается, остывает, а тут, бац, вроде обычный день, цветочки подарю уже и навеселе, друг говоря, уже настроение другое, и вот так логически. Держи, корт, цветы. Ну, это пускай пока здесь лежат. Раз. Собрал. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...